Володя Якут, куда исчез российский супер-снайпер чеченской войны? На любой войне возникают свои легенды. Когда вспоминают о боях в Грозном во время первой чеченской, рассказывает о Володе Якуте, снайпере Эренке из тайги, который за два месяца уничтожил 362 боевика. Куда же пропал современный Василий Зайцев? В разгар первой чеченской войны во время ожесточенных боев за город Грозный командующему 8-го гвардейского корпуса генералу Льву Рохлину доложили, что к нему в штаб бросится какой-то странный парень, да еще и со старой винтовкой. Странным парнем оказался Эвинг Владимир Максимович Колотов из далекой Якутской Янгры. На нем был охотничий тулуп, а при себе карабин системы Мусина образца 1891 года, немецкий снайперский прицел времен Второй мировой, паспорт и справка из военкомата. СБЛСК Владимир рассказал, что в Грозный он добрался сам. Как-то раз он увидел по телевизору как Грю из Чечни, разрушенный город, убитых русских солдат. Тогда он взял карабин Мусина, с которым еще его отец, а до этого и дед ходили в тайгу на пушного зверя, и отправился в 8-й корпус к хорошему генералу. Эвинг говорил, что в дороге он столкнулся с немалыми трудностями, его пытались задержать, вернуть домой, но всюду его выручала справка от военкома о том, что Владимир идет на войну добровольцем. Генерал Рохлин очень удивился рассказу Колотова. В 1995 году было непросто найти человека, который по собственной воле отправился бы от Грозного. Стрелок получил должность снайпера и полагающуюся штатную винтовку Драгунова, однако Эвинг отказался, сказал, что с родной Мусинкой ему будет сподручнее. Площадь минутка известно, что снайперы в современной войне не действуют в одиночку. Обычно работает целая группа, которой помогают корректировщики-наблюдатели. Колотову не подходил такой формат, он шел именно на охоту за боевиками. Эвинг попросил только, чтобы войсковые разведчики раз в день в условленном тайнике оставляли для него еду, воду и патроны для винтовки, а сам стал готовить засады на зверя. У русских радистов была возможность регулярно прослушивать радиопереговоры боевиков. Из них командование узнало, в какую страшную силу превратился 18-летний охотник из Якутии. На площади минутка он ежедневно снимал по 15, 20, а то и 30 боевиков. У снайпера был характерный почерк. Все жертвы были убиты точным попаданием в глаз, как будто охотник желал сохранить невредимым ценный звериный мех. Успехи Володи Якутия, как его называли в федеральных войсках, лишились на чеченских командиров, ведь стрелок поражал свои цели даже по ночам. СБЛСК рассказывает, что за голову Володи назначали ценные награды. Аслан Масхаду обещал убившему РНК 30 тысяч долларов, Ашамиль Басаев, звезду героя Чечни. За стрелком гонялся целый отряд боевиков, который отыскивал лежбища охотника, ставил растяжки. Несмотря на обещанные щедрые призы, в игре неизменно побеждал Володя Якутия, оставляя всех охотников за своей головой с аккуратным пулевым отверстием в глазу. Дуэль для того, чтобы уничтожить удачливого русского, из лагеря стрелковой подготовки повстанцев вызвали мастера араба Абубакара. Тот прославился как хороший снайпер еще в Афганистане, куда попал по заданию пакистанской разведки. Теперь же Абубакару предстояло охотиться за Володей Якутом в развалинах Грозного с мощной винтовкой, произведенной на заказ еще в 1970-е. Вскоре арабу удалось выследить русского стрелка. Володя был ранен, но не смертельно. Пуля попала в руку. Эвинг решил на время прекратить свою охоту за боевиками, чтобы командиры повстанцев поверили, что он убит. Пока мусинка Володи молчала, он старательно выслеживал Абубакара. Мастера маскировки и уличного боя подвела маленькая слабость. Еще в 1980-е арабский стрелок пристрастился к легким курительным наркотикам, и теперь даже в Холодном Грозном не мог отказать себе в этом удовольствии. Именно по легкому дымку самокрутки Владимир Колотов определил, где находится лежбище Абубакара. Когда же тому пришлось на время покинуть свое укрытие, Колотов с неизменной точностью уложил противника попаданием в глаз. СБЛСК, чтобы спасти тело наемника, командиры повстанцев отправили несколько боевых групп, однако все 16 боевиков были убиты на повал из знаменитого Колотовского карабина. Так закончилась дуэль, по своему накалу и антуражу напоминавшая противостояние Василия Зайцева и штандартенфюрера СС Хайнца Турвальда в Сталинграде в конце 1942 года. Путь легенды на следующий день после дуэли с Абубакаром Володя Якуб был у генерала Рухлина. Там он сказал, что двухмесячный срок, на который его отпустил военком, истек, и теперь ему нужно возвращаться домой. Генерал и без того наслышанный о победах Володи поинтересовался, сколько зверей уничтожил охотник. Эвинг ответил, что менее чем за два месяца он успел убить 362 боевика. На этой цифре заканчивается основная часть легенды о Володе Якутии. Городская легенда, как их принято называть, должна была появиться в это непростое время, когда трудно было разобраться, кто прав, а кто виноват. Никаких свидетельств о том, что эвингский снайпер Владимир Максимович Колотов существовал на самом деле, нет, на фотографиях изображены другие люди, а в отчетах и донесениях снайпер не фигурирует ни под настоящим, ни под кодовым именем. Легенду продолжают также на том, что вернувшийся на родину Володя Колотов продолжил заниматься пушным промыслом и тяжело переживал смерть генерала Рохлина, убитого в июле 1998 года, отказался носить орден мужества. СБЛСК история о Володе Якутии обычно заканчивает началом 2000-х, когда он был убит на своем промысле неизвестными, якобы купившими у российских спецслужб информацию о его местонахождении. Другие утверждают, что Владимир Колотов не стал жертвой наемных убийц, а удостоился приема у президента Дмитрия Медведева в 2009 году, вручив главе государства подарки от своего народа. В подтверждение этой версии даже приводят к агроделегации из Якутии, однако и это едва ли можно считать достоверным свидетельством. Многое в легенде о Володе Якутии может вызвать сомнение, например, каким образом вооруженной боевой винтовкой человек добрался из Якутии до Грозного, а потом отпросился из действующей армии и спокойно вернулся домой. Да и подробности его противостояния с Абубакаром очень сильно напоминает борьбу Зайцева и Турвальда в Сталинграде. Был Володя Якутий на самом деле, или нет, куда он исчез, достоверно сказать сложно. Бесспорно одно, в 1994-1995 году были люди, готовые мужественно защищать спокойствие своей страны. Обо всех них рассказывает Лега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok